Перевел и озвучил Сергей Крумос Блендер и другие 3D-пакеты Главным достоинством Блендера по сравнению с платным софтом, конечно же, является цена, что как раз интересно для нищебродов. К всему этому, пользователь имеет право на неограниченную установку, запуск, а также свободное использование и изучение, и все права на создаваемый цифровой контент в этих случаях у создателей этого контента. Однако, если использовать Блендер некоторое время, то станет понятно, что его опенсорсное начало дает нам еще один жирный плюс. Если взять, к примеру, Майку и 3D Max, которые предоставляют много передовых высококачественных технологий, то можно увидеть, что программный код их реализации закрыт от потребителя. Это может весьма огорчить, ведь каждая из этих софтин стоит бешеных бабок, но тебе ничего нельзя изменить в них самому. Такой софт остается чужим для тебя, ты не можешь им полностью распоряжаться. Блендер же как технология, и софт полностью открыт, и если что-то не работает, ты можешь это пофиксить или попросить кого-то пофиксить. Или даже можешь сам улучшить какую-то его часть. Просто взять и переколбасить код под себя, смекаешь. И это называется полная свобода и полный контакт с технологией. Вот поэтому контроль над ней намного более важнее, чем ее качество относительно каких-либо стандартов. И я думаю, что именно поэтому вы решили разработать и запилить свою собственную видеокамеру. Ведь оно и понятно. Тот факт, что это именно ваша камера для вас более приемлем, чем факт, что у вас в руках очень годная камера от рандома известной конторы электронной техники. Вы наверняка захотите иметь и ту, и другую камеру, но если вы только купите чью-то камеру, что потом станет? Будете жмякать на кнопочки купленной камеры, и получать на выходе только то, что заложили туда инженеры. А это может быть не то, чего вы желаете получить. Да и инженеры не могут предусмотреть диапазон желаний вашей хотелки. Поэтому вот чем Blender, безусловно, гораздо лучше, чем любой другой 3D-пакет. Именно благодаря своей открытости, а не только цене.